Федоров Розапов сделал на 60-е, 61-е, 62-е, 63-е, 64-е, и сейчас выходит трехтомник, 65-й год. То есть это каждый день в жизни Советского Союза. Что происходило? Какое партии правительства приняли решение? Что показывали по телевизору? Сколько, что стоило? Я, например, хотя я прожил в Советском Союзе 40 лет своей жизни, но я не знал, что в Советском Союзе было аж 69 сортов колбасы. Я думал, это было значительно меньше. Вот я из книги Розапова узнал. Так что вот у нас в январе выходит этот трехтомник, это тоже, так сказать, вот часть нашей работы, потому что время идет, очень многое забывается, очень много вранья. Ну, например, серию «Жизнь замечательных фильмов» мы решили после того, как я посмотрел какой-то фильм Парфенова, и, так сказать, там бывает, вот что такое был Брежневский социализм. Показывают пустые полки, и вдруг там мелькает под портрет Горбачева. И я понимаю, что показывают-то мне, и по кадрам я вижу, что конец 80-х годов, а мне рассказывают, что это 60-е годы. Ну и поскольку время уходит, люди забывают, что было. Вот очень важно показать, что было каждый, не только анализ тенденций, но и что было каждый день. И вот то, чем занимаются Николай Иванович и Фёдор Грозак и Елена Ходомарева. Это очень важный анализ хронологии, вот день за днём. Это тоже, на мой взгляд, бесценный источник для историков и вообще-то и для литераторов тоже.